я хочу надеть очки и чтобы на меня посмотрели люди на превью и подумали блин он такой умный он снимает наверное что-то умное надо посмотреть ролик на самом деле они умные и у меня нету каких-то супер правильных мыслей но я бы хотел бы поделиться в очередной раз своим опытом жизненным какими-то советами потому что я как заметил вам это нравится а мне нравится радовать вас и поэтому этот ролик будет посвящен пяти правильным поэтому этот ролик будет про 5 или больше привычек которыми должен обзовестись каждый и я надеюсь то что вам понравится ролик и обязательно потом оставьте свой фидбэк обратную связь свои комментарии о том как вам вообще этот ролик понравился или нет какие у вас впечатления потому что я еще раз безумно люблю читать ваши комментарии приятного просмотра первым скорее будет не привычка а совет но я хотел это упомянуть работать или учиться в кровати это кринж друзья нужно пора усвоить это кринж это херня полнейшая почему я не буду скрывать но я с этим сталкиваюсь каждый день мне каждый день не хочется вставать не то что вставать жить но это уже конечно другая проблема но я думаю что каждый из вас смотрел ролики в кровати кушает в кровати учиться работает с одной стороны это так комфортно и удобно это так классно это так удобно никуда не нужно вставать но когда ты ложишься в кроватку когда ты лежишь в кроватке твоя продуктивность в работе или учебе может сказать пока-пока, потому что кроватка ассоциируется у нас со сном, поэтому делать тут что-то связанное с деньгами или учебой не является лучшей идеей. А вообще у нас есть четкое разделение в мозгу о том, что есть день, а есть ночь. И когда ты проводишь свой день в кроватке, то это разделение немножко размывается, а от этого появляются наконец-то наши любимые проблемы. Проблемы со сном, с высыпанием, хроническая усталость, хронический недосып и все многое-многое другое. Поэтому, что мы говорим? Работать и учиться в кровати это говно, это кринж, не надо так делать. Пожалуйста. Кстати, следующие пункты тоже будут связаны с отдыхом. Возможно, это наверняка связано с тем, что я испытываю с этим проблемы, но я изучал очень много статей, очень много роликов, очень много литературы, поэтому у меня есть чем с вами поделиться. И если у вас этот отдых все-таки ассоциируется с каким-то просмотром ролика, например, моего, если вы в целях отдохнуть или ставить тикток, youtube, запрещенную социальную сеть в России, то у меня есть плохие новости. Это нихера не отдых. И это не стоит использовать. Не стоит сидеть в телефоне и скроть социальные сети между работой, между учебой и в целях того, чтобы отдохнуть, потому что это усугубляет вашу усталость. Сейчас расскажу об этом более подробнее. И почему же я считаю, что это не полезный ни хера не рабочий способ отдохнуть? Ладно, интернет это не всемирное слое и сидеть в социальных сетях, смотреть ролики развлекательные, в этом нет ничего плохого. Но многие из вас все-таки это используют как отдых, а это там тем самым не является. Если почитать статейки из интернета, то там говорят о том, что ваш мозг вообще не ощущает разницы посидеть пару часов в офисе и поработать, или посидеть в странном тиктоке и посмотреть ролики. Почему? В любом случае, когда вы смотрите ролик, вы обрабатываете информацию. Обрабатываете информацию, вы работаете. Вы работаете мозгой. Самый лучший отдых – это поваляться в тишине, ни о чем не думая, ничего не слушая. Единственный разовещение действительно между работой и сидением в тиктоке. В тиктоке вы получаете гормон счастья, а на работе, скорее всего, нет, потому что она не особо вами любима. А так, если я говорю о том, что плохо в качестве отдыха сидеть в социальных сетях, то я должен принести какую-то альтернативу и решение. Ими сейчас я и займусь. Первый же великолепный способ отдохнуть – это действительно убрать свой сраный телефон, выключить все на фоне, уйти в тихую, спокойную комнату, где нет ни одного лишнего шума. Закрыть глазки, поваляться, поваляться в тишине, ни на что не обращая внимания, ни рефлексируя, ни о чем не думая. Понятное дело, вы полностью не сможете избавиться от мыслей, там будут какие-нибудь навязчивые. Достаточно просто поваляться в тишине, 15 минуток. Это будет намного лучше, чем сидеть в какой-нибудь социальной сети пару часов. И сразу же после пяти минуток тупо валяния ты поймешь о том, что, а все, можно я хоть что-нибудь поделаю, можно я там в телефоне потыкаюсь, можно я там поработаю. А ведь такой эффект и должен быть от отдыха. Ваш отдых должен приносить энергию и желание работать или что-то делать, заниматься каким-то хобби. А социальные сети только приносят то, чтобы ты повалялся, посмотрел ролики, а после этого у тебя нежеланий ничего делать нет, у тебя нет сил, ты хочешь дальше продолжать смотреть ролики. Не правда ли? Второй же способ гласит о том, что если вы целый день работали мозгой, то вам нужно напрячься физически, чтобы отдохнуть, переключиться на другую сферу деятельности. Не знаю, как это еще сказать. Допустим, вы целый день изучали математику, то после этого прекрасно было бы отдохнуть в виде того, чтобы помыть посуду или помыть пол. Кстати, я сделал и то и другое, вы можете меня похвалить. Ну да, я собой очень сильно в этом плане горжусь, потому что мне лень прибираться. А если вы наоборот целый день бегали на спортивном поле, то лучший способ передохнуть будет взять книжку и подумать головой и все. Очень классно все систематизировать и раскладывать по полочкам, что я вообще подразумеваю под этим расплывчатым понятием. Легкий пример. У вас есть телефон, есть банковские приложения, есть социальные сети, у вас есть игры и и чтобы каждый раз не искать в какой-то куче или расставлять огромное количество иконок в каком-то порядке странном, можно создать папочки, соцсети, банки и игры. И чтобы потом было все намного легче и, блин, симпатичнее будет выглядеть, если у вас будет 4 иконки, а не 16. У меня есть вообще подруга, которая дома пронумеровала все контейнеры, назвала их по именам, по названиям и разложила там ингредиенты, то есть кури, рис, макароны, чтобы это все аккуратно и красиво и удобно было. Также я стараюсь сейчас руководствоваться по работе, потому что у меня есть привычка сраная писать рандомные названия для файлов, лишь бы их быстрее сохранить и отправить. Потом я ищу этот файл среди огромной кучи названных файлов под названием 1 1 1 1 1 1, без названия, без названия. Я придумал названия для файлов, то есть названия, проект, дата и количество. И все это так намного у меня облегчило жизнь. Я начал это все рассказывать по папочкам и у меня стало так все чисто, у меня стало все так чисто в ноутбуке. Это так классно, так круто. И из этого исходит урок и вывод. Цифровая чистота, да и чистота в принципе это очень классно. И умение прибираться это одно из самых ценных умений, которое вам может пригодиться в жизни. Насколько вы посчитаете неадекватным, что я так продолжу снимать ролик? Но вообще тема не про душ. Тема про таймеры. Есть у людей дела, которые не могут выполнить за 15 минут, но почему-то растягивают это на час, на полтора и на очень-очень много часов. Это касаемо рабочих моментов и бытовых. У меня возникла проблема именно в бытовом плане, потому что я слишком долго принимаю душ. Ухаживать за собой, ходить в душ, расслабляться, заботиться о себе это очень классно и правильно. Я вообще ничего против не имею. И наверняка кто-то из вас тоже так делает. Но меня в какой-то момент это начало раздражать. Поэтому я решил поставить таймер на 15 минут. Пошел в душ и представляете, мне хватило всего 9 минут, чтобы помыться. Удовольствие от того, что я сходил на такое маленькое количество времени в душ, не упало. Качество моего принятого душа тоже не упало. За то время у меня осталось куча. 45 минут я мог потратить на приготовление завтрака, просмотре какого-нибудь ролика и так далее. И я думаю, что это можно принимать и на все остальные сферы жизни. Работу, быт и так далее. Попробуйте, возможно, это вам поможет. Думаете, я не напомню о том, насколько важно следить за своим ментальным здоровьем? Нет, я напомню. Очень классно вести дневник эмоций. Возьмите это за привычку. Часто задавайте себе вопрос, как ты, как у тебя дела. Сам себе задавайте вопросы, потому что многие, оказывается, на этот вопрос не могут ответить. Это дает понимание хотя бы куда копать. И когда у тебя происходят какие-то истерики, нервные срывы в моменте, ты можешь открыть свой дневнику, так скажем. Когда у тебя происходит какой-то нервный срыв, ты в истерике, ты из-за чего-то грустный, из-за чего-то ты впал в лопатию, выскажи это все в заметке. Выпиши все свои эмоции, все свои мысли и все, что тебя тревожит. Возможно, ты сейчас не найдешь ответ, но я думаю, что у всех возникала ситуация, когда ты поистерил, а потом через пару суток ты сидишь и думаешь, а так, а из-за чего я вообще истерил? Да, наверное, ничего не случилось. Очень круто и классно это все анализировать, в этом копаться, узнавать, почему же у тебя эта эмоция возникла. Да и как минимум это просто запечатлеть, чтобы потом на трезвую голову уже понять, что же и в чем проблема. Те, кто следят за своим эмоциональным фоном, те секси. Я по-другому сказать не могу. Вообще, я считаю, что заметки это просто прекраснейшее приложение. Туда можно не только свои эмоции выписывать, можно ввести собственный личный дневник, куда ты будешь рассказывать свое происходящее, делиться как с другом. Я вообще считаю, что личные дневники это очень классно и круто, только мне их лень вести. Ты также можешь записывать в заметки все, что тебя вдохновило, какая у тебя идея пришла в голову однажды. Мы часто их забываем, а в моменте ее можно записать хотя бы ассоциацию, чтобы потом вспомнить или использовать где-либо. Ведите заметки, это реально круто, это реально рабочий способ. Я думаю, что многое это кто делает, но лишний раз напомнить никому не повредит. Все, я устал работать со штативом. Я просто хотел поблагодарить вас за то, что вы посмотрели этот ролик. Я безумно благодарен вам, что вы у меня просто есть. Спасибо, что вы уделили мне хоть чуть-чуть своего времени. Я надеюсь, что я смог поднять вам настроение своей странной съемкой. И, возможно, вы что-то там хорошее подчеркнули. Главное, что вы просто посмотрели. Значит, вы стремитесь стать лучше. Я вами очень сильно горжусь. Вот, целую. Посылаю все лучи добра, светла и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok